Все вернулись и давай парик, перепрыгнуть, проползти на животе. Несколько тренировок в неделю, постоянные сборы. Сейчас центр самбо, который находится на ВРЗ, посещает более 160 спортсменов от 7 до 25 лет. Открыли секцию 5 лет назад и с тех пор развиваются здесь не только воспитанники, но и сама спортивная школа, не без поддержки бизнес-структур. Министерство спорта выделяет на самбо алтайское порядка 2 миллионов. Но понятно, что деньги не такие уж и большие, и поэтому нам помогают еще спонсоры, такие как Талтек, компания Элли и компания Киперин. Закрывают какие-то соревнования, какие-то тренировочные сборы. А многие спортсмены почти живут на сборах, поэтому без финансовой помощи не обойтись. Например, группа компаний Талтек, в которую входит завод ВРЗ, покрывает в центре самбо коммунальные расходы. К слову, в месяц это порядка 70 тысяч рублей. Многие предприятия алтайского края поддерживают развитие массовых видов спорта. У многих уже сформировались даже свои традиции. И если говорить про практику ВРЗ, то я считаю ее достаточно эффективной, потому что предприятие действительно делает большое дело, вкладывается и позволяет объединить ресурсы и края, и города, и непосредственно предприятия. Многого центр самбо добивается и самостоятельно, через гранты. А это грант, да? Да. Сколько получилось? Ну, наверное, 6 ковров получалось. По сумме сколько? То есть оборудование больше миллиона рублей. Помимо центра самбо, на территории завода ВРЗ находятся еще несколько спортивных объектов. По президентскому гранту здесь установили воркаут-площадку. Вместо заброшенного еще с советских времен поля, теперь молодой футбольный клуб. Весоклав Борис, ставь в дальнюю. Иди, двигай. Я сюда приезжаю с другого конца города, занимаюсь футболом любительски. Футбольный клуб «Патриот» открылся в 2018 году. Завод передал спортсменам это помещение и само поле. Помогли восстановить коммуникации. Недавно здесь появилась поливочная система, благодаря которой поле поддерживают в хорошем состоянии. Кстати, оно настоящее, а не искусственное. Таких мало во всем регионе. Для местных мальчишек, которые живут на ВРЗ, занятия бесплатные. Как и для юных футболистов, чьи семьи не могут оплачивать тренировки. А почему решил сюда вообще ходить? Ну, не знаю, просто хотел футболом позаниматься. Нечего было делать, дома сидеть. В прошлом году футбольный клуб потерял своего руководителя и основателя Виталия Куречкова. Но сегодня жизнь «Патриота» продолжается. Об этом говорят победы футболистов. Наш клуб «Патриот» он хорошие результаты показывает. Наравнее боремся с именитыми клубами, с «Динамо», с «Алтарем». Достойную конкуренцию им показываем. За пару лет на территории ВРЗ выросло несколько звезд спорта. Победитель первенства Европы, призер первенства мира, мастера спорта международного класса и не только. Своим примером они доказывают, что большой спорт начинается рядом, в твоем районе или даже под окнами дома. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.